Итак, всем здравствуйте. Меня зовут Алексей Колесов. Я работаю в Минском офисе Яндекса в команде, которая занимается распознаванием речи. Сегодня я вам расскажу, как устроена такая технология как фрейспотинг. Ну и чтобы мы вообще говорили на одном языке, фрейспотинг — это вот та штука, которая реагирует, когда вы говорите «слушай Яндекс» или «Окей, Гугл» — что-нибудь такое. Зачем они вообще нужны? Месяц назад американский журнал Wall Street Journal опубликовал статью, в которой приводилось исследование, что следующий миллиард пользователей смартфонов будут пользоваться чаще голосовыми интерфейсами, видеоинтерфейсами, а не тем, что мы привыкли, то есть не вводить текст через клавиатуру. И мы даже вот в наших продуктах Яндекса видим, что все чаще и чаще используется голос. Голосом в навигаторе, например, пользуются миллионы человек каждый день. И даже в такой вот консервативной среде, как использование веб-страниц на десктопе, на ноутбуке, мы вот видим, что как минимум 500 тысяч запросов в день к нам приходят с нашей главной поисковой страницы. Тем не менее, если мы будем слушать пользователя все время в режиме 24 на 7, то никому хорошо не будет. Первая проблема с тем, что современная система распознавания речи — это довольно прожорливые существа. Например, для распознавания русского какого-то, хотя бы поисковых запросов, нужна система, которая занимает примерно 20-30 гигабайт на диске. И очевидно, что если ты занимаешь только на диске, то и памяти ты будешь потреблять достаточно много. То же самое говорится и про потребление CPU. Во-вторых, и сами пользователи наверняка не захотят, чтобы мы все время, каждую секунду слушали, что они говорят, отсылали куда-то на сервера, что-то там распознавали и запоминали. Поэтому нужен какой-то компромисс между тем, чтобы всегда слушать и не слушать никогда. И такой компромисс в продуктах найден. Давайте мы будем как-то сигнализировать системе, что вот сейчас нужно начинать слушать. Причем, конечно, мы не хотим просто брать и нажимать на кнопку, иначе вся вот эта голосовая парадигма, она нарушается. Мы хотим, чтобы этот сигнал тоже подавался голосом. И будем требовать, чтобы пользователь там сказал, слушай Яндекс, и начинай тогда с ним беседу, диалог. В чем идея? В том, что эта задача, ну она уж точно не сложнее, чем распознавание речи, а значит, наверное, мы сможем ее решить чуть более эффективно. Крайней мере, мы на это надеемся. А во-вторых, есть уже такой приятный бонус, что если мы какую-то вот эту фразу нашли, например, слушай Яндекс в потоке, то тогда мы можем посчитать по ней какие-нибудь статистики и использовать это знание в дальнейшем в диалоге, в распознавании речи. Например, колонка Amazon Echo, которую наверняка кто-нибудь из вас слышал, она именно так и делает. Она вот после своей кодовой фразы извлекает какую-то информацию из этой кодовой фразы и потом использует ее в распознавании, чтобы легче отличать, кто говорит с колонкой, а кто в это время просто там по телевизору говорит или по телефону в той же комнате. То есть, как минимум, фрейс-споттер полезен. Что же мы от него хотим? Мы очень хотим, чтобы он работал на устройстве, никуда не ходил, чтобы наши пользователи не волновались, что что-то каждую секунду их кто-то слушает. Раз он работает на устройстве, он должен потреблять очень мало энергии и занимать мало места. Например, текущие споттеры занимают около, наверное, 200-300 килобайт. Понятно, что такое можно вполне вместить на смартфон. Или если вот говорить про наш споттер, который работает в дескоттном приложении Яндекс.Строка, он потребляет в среднем 1% CPU. То есть достаточно такая компактная технология. Кроме того, очевидно, что споттер должен работать быстро, чтобы успевать решить свою задачу и сказать, вот сейчас мы должны уже начать распознавать речь. Типичные задержки в современных споттерах — это десятые доли секунды. Причем на самом деле большую часть задержки вносим мы сами, чтобы не тратить батарейку. И последнее требование, которое должно соблюдаться. Споттер — такая технология, в которой мы иногда готовы пожертвовать точностью распознавания, но не хотим пропускать никакие срабатывания. То есть есть такой трейд-офф между чувствительностью и точностью. И очень хочется, чтобы мы в нашей технологии могли ее настраивать в зависимости от шумности, условий и каких-то других факторов. Вот что мы хотим сделать. Сегодня я в докладе хочу вам рассказать, как вообще строятся современные споттеры, какие есть плюсы, какие минусы в тех или иных подходах. Самый первый простой подход — это подход через распознавание речи. Так как мы знаем, что вообще распознавание кодовой фразы — это подзадача распознавания речи, то почему бы не использовать уже готовую технологию. И идея в том, что давайте мы просто найдем топ-н самых вероятных фраз с точки зрения схемы распознавания речи и посмотрим, было ли там хотя бы одно вхождение кодовой фразы. Если было, то тогда будем говорить, что сработала активация. Очень простой подход, даже больше одного слайда мне не удалось придумать. Ну, маленькое замечание. Варьируя число n, мы можем варьировать точность и, собственно, чувствительность нашего споттера. Очевидный плюс, что мы вообще ничего не делая решили нашу задачу. То есть мы уже поиспользовались известную технологию. Задача решена. Но минусов гораздо больше. Во-первых, качество споттера будет сильно зависеть от того, как работает ваша модель распознавания. А модель распознавания, очевидно, не училась распознавать эти кодовые фразы. И ее качество, вообще говоря, не зависит от вашей задачи. Но, во-вторых, мы вообще никак не решили проблему потребления ресурсов. 10 гигабайт заместить на устройство. Это очень сильное должно быть устройство, в общем. У меня такого нет. Собственно, зачем вообще то, что я рассказал? Это просто такой очень простой бейзлайный подход, который используется во всех научных статьях, чтобы сравнить свой результат против какого-то бейзлайна и сказать, смотрите, я уменьшил потребление в 100 миллионов раз. Ну, это хорошо, конечно. Теперь расскажем подход, который на самом деле используется в жизни. Это подход, использующий такую математическую структуру, называется скрыто-марковская модель или Hidden Markov Model HMM. Что это такое? Вот я вкратце расскажу, что значит Hidden Markov Model. Значит, вот, работают технологии, работают. Допустим, мы представим, что наш пользователь — это какой-то еще очень маленький, и он умеет произносить ровно два слова. Он умеет произносить ma и pa. Тогда мы можем его поведение представить в виде следующего графа. У нас есть три вершины, то есть вот в первой вершине пользователь мы считаем, что пользователь говорит звук m, потом он говорит звук a, и потом, прошу прощения, говорит звук p. Ребра соответствуют тому, какой следующий звук он может произнести после текущего, и на каждом реме написана какая-то вероятность. В итоге каждый путь мы можем с точки зрения модели посмотреть, какой путь более вероятен, какой путь менее вероятен. Это с одной стороны, если смотреть на марковские модели. Есть еще другая сторона. Мы считаем, что с каждым шагом в марковской модели что-то внешнее, наблюдаемое переменное, так называемое, она изменяется. В нашем случае, если мы хотим построить систему распознавания речи или споттер, наблюдаемое переменное — это та частотная характеристика звука, которую мы, собственно, слышим. Вот, например, мы можем сказать, что звук m в среднем он такой оранжевый и тоненький, а звук p не такой тонкий, но такой же оранжевый. А вот звук a совсем отличается от звука m и p, по крайней мере, цветом. Я хочу подчеркнуть, что в марковских моделях то, что я нарисовал, — это как бы типичный представитель. Вообще говоря, есть целое распределение вероятности. То есть звук m может быть похож на звук p, но просто с очень маленькой вероятностью. Вот марковская модель устроена таким образом. Что это нам дает? Нам дает следующую вещь. Если пользователь, например, произнес слово «мама», то тогда мы можем посчитать вообще вероятность такого события, как ее посчитать? Нужно перемножить все ребра, грубо говоря, вероятность того, что мы перешли из m в а и так далее, и перемножить вероятность того, что мы в таком-то состоянии породили такой-то звук. В итоге вот у нас есть какая-то математическая модель. В чем же изюминка? В том, что вот в слове «скрытое», что обычно задача ставится следующим образом. У нас есть звук, но мы не знаем, какая последовательность его породила. И наша задача — это последовательность восстановить. И чем хороши марковские модели? Тем, что человечество уже как минимум век про них знает, и все вопросы уже давно решены. На любой вопрос, который вы хотите задать про марковские модели, какой-нибудь Марков уже придумал теорему. Например, чтобы решить конкретно эту задачу, есть известный алгоритм Витерби. То есть что мы будем вообще делать? Как мы будем строить споттер? Мы придумываем какую-то топологию сети, то есть какую-то марковскую модель, и просто будем слушать звук и искать самый вероятный путь с точки зрения марковской модели с этим звуком. И если мы прошли через определенные вершины, будем считать, что произошла активация. Как такие модели обычно устроены? Они обычно устроены следующим образом. Мы берем нашу фразу «активация». Например, на данном примере это OK Яндекс. И каким-то образом составляем ее в граф. Самый простой способ, то, про что я говорю, отмечено вот тут, это вытянуть фразу «OK Яндекс, распределить ее по звукам» и вытянуть цепочку. Тем не менее, если мы оставим только такую скрытую марковскую модель, то тогда наша система всегда будет думать, что мы ходим по этой цепочке, потому что у нее просто нет других вариантов. Поэтому нам нужно еще смоделировать все остальные звуки, которые есть. Самый простой подход — это взять и составить все звуки, которые есть к каждому звуку, предоставить вершинку и составить полный граф из этого. Вот такая модель называется филер HMM. То есть она заполняет все оставшееся, что не keyword. Вот она образована тут. Затем мы эти две модели объединяем в такую циклическую структуру и просто применяем алгоритм Viterbi для распознавания. Тем самым, если мы вдруг прошли в какой-то момент, по мнению алгоритм Viterbi, вот по этому ребру, это значит, что мы прошли и по keyword HMM, значит, произошла фраза активации. Вот так вот работает HMM-подход. Если вот мы посмотрим на это красное ребро, то на самом деле можно заметить, что, управляя его вероятностью, мы можем варьировать покрытие нашего споттера. Если мы скажем модели, вот это ребро очень вероятное, то она почти на каждый шум будет реагировать, говорить тут океан Яндекс. Если меньше, то мы увеличим точность, но уменьшим покрытие, конечно. Вот это вот самый первый подход. Чем он хорош? Тем, что он очень хорошо изучен, очень известный. Все знают, как его делать. И еще есть плюс, что если мы переиспользуем вот это филер HMM и keyword HMM, то нам на самом деле не нужно никаких специальных данных, чтобы такую модель обучить. Достаточно любого тренировочного сета для распознавания речи. Но есть и много минусов. Во-первых, чем модель точнее, тем она больше места занимает. Например, вот хороший пример филер модели — это система распознавания речи, очевидно. Тем не менее, 10 гигабайт мы опять вместить не можем. Поэтому если мы хотим сделать что-нибудь маленькое и с другой стороны точное, то нужно какое-то экспертное знание, которого мы живем в век нейронных сетей, мы не хотим экспертное знание, мы хотим, чтобы нейроны все решили сами. Тем не менее, некоторые компании идут по этому пути. Вот, например, уже упомянутая Amazon Echo использует вот ровно такой вот споттер. И вроде живы, хорошо живут. Теперь я перейду к следующему споттеру. Это споттер, который используем более-менее во всех продуктах Яндекса мы у себя. Он, конечно, устроен с помощью нейронных сетей. Идея этого споттера — дайте нейронным сетям достаточно данных, и они все сделают за вас. Ну, собственно, так оно и есть в жизни. Вот задачу будем решать в три простых этапа сейчас, в которые я расскажу, как устроено. Во-первых, мы извлечем признаки для нашей нейронной сети. Признаки извлекаются ровно так же, как в системе распознавания речи. Именно мы делим звук на какие-то маленькие окошечки, например, по 10-30 миллисекунд. Приводим в нем преобразование Фурье, чтобы получить спектральный диапазон частотный. А потом в этом, собственно, диапазоне делаем какие-то преобразования, например, кепстральные коэффициенты оставляем, либо фильтры. Вообще, как бы, тут неважно, что я сказал, тут есть два важных момента, зачем мы это делаем. Мы, во-первых, хотим, чтобы наши предсказания были дискретны, потому что нейронки не приспособлены к тому, чтобы делать непрерывные предсказания. А во-вторых, мы хотим все, что похоже на речь, оставить в наших признаках, а все, что не похоже, выкинуть. Вот для этого последний пункт про фильтры в частотном диапазоне. Ну, после этого все очень просто. Мы вот все эти чиселки кормим в нейронную сеть и учим ее решать простую задачу. Сказать, а в текущий момент произносится какое-то слово, например, слушай или Яндекс, либо не произносится ничего, либо произносится какое-то другое слово. Это простейшая задача классификации и какой-то такой удивительный, на самом деле, результат, что очень маленькая сеть очень хорошо работает на такой сложной задаче. То есть, например, наши сети в среднем имеют три полносвязных слоя по 128 нейронов. То есть просто полносвязаны, без всяких умных вещей. И работают достаточно хорошо. Ну, после того, как мы нейронную сеть запустили, нужно как-то посмотреть на ее выходы и сказать, что правда ли тут была активация или нет. Ну, тут все достаточно очевидно. Мы используем скользящее окно, берем звук в течение трех секунд и смотрим, правда ли, что была высокая активация слушай, а потом высокая активация Яндекс. Если была, то вот у нас произошла кодовая фраза. На практике, если кто-то обучает нейронные сети, наверняка сталкивался с такой вещью, что нейронная сеть, обычная с кросс-энтропийным лосом, очень часто начинает быть сильно уверена в своих предсказаниях. Она говорит, вот это 100%, а это 0%, и никакого среднего у нее нет. Но это достаточно известная проблема, достаточно известно, как с ней бороться. Например, самый простой способ — это просто сгладить ее предсказание во времени с помощью какого-нибудь экспоненциального сглаживания. Что хорошо в такой модели? Она действительно маленькая. То есть вот такие модели занимают 100 килобайт на диске, хорошо работают. То есть там, конечно, это сильно зависит от того, насколько шумные условия, насколько человек шепелявит, как я, или не шепелявит и так далее. Но, тем не менее, качество достаточно высокое. Например, там есть какие-то цифры привезти. Это в духе на 1% того, что мы не ловим, у нас точность получается 98%. И скорость очень большая. То есть у нас задержка на смартфоне буквально 1 десятая секунда. Тем не менее, есть и минусы. Минус — во время тренировки нужна система распознавания, чтобы подготовить правильные ответы во время тренировки. Какое слово сейчас произносится. Во-вторых, для тренировки нужны много записей нашей кодовой фразой. А, следовательно, значит, для каждой новой кодовой фразы нужна новая модель. Если там сказать сколько, то вот примерно 100 тысяч. Вот мы увидели, что 100 тысяч записей достаточно, чтобы учить хорошую модель для споттера. Ну и опять же, когда вы учите нейронные сети, то нужно быть аккуратным. Вот, например, наш споттер, который использовался для нашего умного помощника, вот для бета-верхии, споттер должен был реагировать на фразу «слушай Алиса», а он, по мнению пользователей, реагировал на фразу «уши Ларисы». Вот, и… А еще одна жалоба от пользователей, что на «окей Яндекс», споттер «окей Яндекс» реагировал на фразу «какие ягоды». Вот, и понятно, что… Ну, это достаточно такая частая проблема классификации. Понятно, как ее решать. Тем не менее, нужно очень аккуратно тестировать ваше решение, которое получается. Вот такой вот споттер используем мы. Однако вот у него есть недостатки, и есть другой подход, который какие-то недостатки пытается устранить. Подход называется нейросетевой поиск отпечатков. Он основан на следующей простой идее. Можно попросить пользователя заранее надиктовать фразу, как он будет ее произносить, а потом пытаться в потоке искать что-то похожее на то, что он уже надиктовал. Надиктовал ровно этот пользователь. Для этого нам нужно представить фразу в каком-то удобном числовом представлении. Вот как это обычно делается. Обычно делается следующим образом. Мы берем какую-то рекуррентную модель, например, LSTM в данном случае, и учим ее решать задачи, например, распознавания речи. Вот в частности, в наших экспериментах и, видимо, в экспериментах Google работает такая задача. Мы просто оставляем в языке 10 тысяч самых популярных слов и учим нейронную сеть в каждый момент времени говорить. Сейчас произносится ровно такое слово. Затем мы отрезаем вот этот верхний слой, который в классификации, на 10 тысяч самых популярных слов, и оставляем предпоследний. Маленький 128 размерный вектор. Мы надеемся, что так как классификация решается хорошо, то в этих 128 чиселках будет какое-то очень полезное представление того, какое слово сейчас произносится. Вот и будем использовать этот вектор как какое-то представление кодовой фразы. В итоге система работает очень просто. Мы во время энроллмента, то есть когда человек нам надиктовывает фразу, просим его там 3-4 раза произнести, запоминаем, что вот LSTM-сетка показала во время этого энроллмента. А потом во время рантайма тоже прогоняем LSTM-сетку, смотрим на ее предпоследний вот этот слой. И если вектора, текущий вектор и вектор, который мы уже запомнили, достаточно близки, то тогда считаем, что была произнесена фраза активации. И тоже достаточно удивительно, что там двух-четырех фраз активации в энроллменте достаточно для того, чтобы очень хорошие споттеры получать. Вот такой вот споттер используется в известном продукте OK Google. Возможно, вот если у вас телефон на андроиде, вы можете зайти в настройки, и там будет кнопочка обучить модель, вас попросят три раза сказать OK Google. Вот там вот работает ровно вот эта вот технология. У нее тоже плюсы. Модель маленькая, не такая маленькая, как в прошлый раз, но тем не менее тоже сотни килобайт. И очень большой плюс, что для тренировки не нужны вообще... В тренировочном сете вообще может быть ни разу не входить кодовая фраза просто никак. Так как сеть учится распознавать слова, она какое-то хорошее представление построит. И качество сравнимое с предыдущим, и, в общем, очень все хорошо работает. Есть, конечно, и минус, который нейросетивые ребята наверняка заметили. Мы учим модель, когда мы ее учим, и когда мы ее используем, это две совершенно разные задачи, два совершенно разного сетапа. И понятно, что вообще говоря, сеть может выучить совершенно не то, что мы от нее ожидаем. Ну, с этим надо смириться и как-то подсказывать ей, что именно мы от нее хотим. Вот это те основные подходы, как вообще споттер строится, вот как про них можно было рассказать за 20 минут. Ну, сейчас не стоит на месте. На конференциях всегда есть статьи про споттеры. Основные направления исследования — это, во-первых, раз мы уже используем нейронные сети, давайте будем использовать их на полную катушку. То есть сделаем честный end-to-end подход. Мы дадим просто много-много записей фраз, и про каждого файла, скажем, там была кодовая фраза или нет. А все остальное — извещение признаков, какой-то подбор порогов, пусть делает нейронка. Ну, в научных статьях такое работает. На практике я не знаю ни одного продукта, который такой подход в жизнь воплотил. Хочется сделать еще меньший споттер. Как бы 100 килобайт — это, конечно, не очень много, когда мы говорим про смартфоны, но если мы хотим вместить на кофеварку споттер, а мы хотим вместить на кофеварку споттер, то 100 килобайт уже становится очень много. Ну и третье такое большое направление — это, а правда ли, что вот за эти три секунды, пока человек говорит «Окей, Яндекс» или там какую-нибудь другую фразу, можно вообще идентифицировать, правда ли, что это тот человек, а не какой-то другой? Ну, пока ответ скорее нет, но исследования продолжаются. В общем, итог. Споттеры, они нужны, чтобы экономить ресурсы, и мы очень хотим, чтобы они работали на устройстве, ничего не отсылали никуда на сервера. И как бы главный вывод для себя, как для человека, который, собственно, занимается нейронными сетями, они хороши и тут. Как бы ура, я доволен. Собственно, все. Спасибо. Это мой доклад. Нас, видимо, осталось минут 9 на вопрос, если какие-то есть. Да? Нет. Вопрос не то, что… В смысле, это, видимо, вот про слайд, который я говорил, что идентификация спикера, да? Да. Вопрос в том, правда ли, что мы… Вот эти фразы «активация» не очень короткие, там секунды, например. И вопрос в том, можем ли мы по секунде голоса вообще достаточно достоверно определять, правда ли, что это тот человек, а не тот, а не другой какой-то. Да. Вот. Вопрос в том, с какой-то точностью, конечно, можем. Но чтобы вот использовать в банке, вот для того, дать вам доступ к банку, конечно, мы такого не можем гарантировать, такой точностью. Да. 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 На Меднице столкнулись не только мы, но еще там несколько компаний, что воспринимает ультразвук. Вот. У вас есть… Вы боретесь с этим? Или я об этом… Да, я тоже читал эту статью, и для тех, кто не читал, идея такая, что вот эти системы распознавания речи, споттеры, они устроены не так, как человеческое ухо, и в итоге они, грубо говоря, слышат в тех частотах, в которых не слышит человек. И вообще говоря, можно таким образом абьюсив систему, приходить, я не знаю, в банк, или приходить домой и говорить, окей, Google, закажи, переведи на мой счет 100 тысяч долларов. Вот. Мы эту статью, к сожалению, мы пока не нашли, не прочитали само научное исследование, которое там приводится. Мы почитали научпоп, который про это говорится. И там есть какие-то неотвеченные вопросы, потому что, казалось бы, вот то представление фичей, которое мы используем для распознавания речи, должно… вот фильтры вот эти должны отсечь вот эти низкие и высокие частоты. И, казалось бы, если просто все так, как говорится в статье, ну, так не должно работать. Возможно, если мы вот найдем сам вот этот technical report и прочитаем, что именно они сделали, то тогда мы поймем, как бы, что делается. Но пока у нас в команде мнение, что если у людей не было заранее модели, то это сделать, по крайней мере, очень сложно. У вас получалось, да? Ну, хорошо, я тогда… Так, а у вас получалось на какой модели? На модели Яндекса или на своей? На своей. А, на своей модели. Ну, возможно, я тогда с вами поговорю, и мы попробуем нашу модель сломать. Может, тоже сработает. Спасибо. Просто говорите все вопросы в микрофон. Это важно. Спасибо за доклад. Такой вопрос. Вначале вы говорили, что споттеры работают даже очень быстро, приходится вставлять задержку. А можно раскрыть немного? То есть, чтобы экономить батарею. То есть, как это работает? Работает это следующим образом. Если у вас нейронная сеть, то тогда вообще что делает нейронная сеть? Она, грубо говоря, перемножает матрички. И просто устройству легче перемножить матричку 100 на 100 на другую матричку 100 на 100, чем 100 раз умножить один вектор 100 на 100. Просто за счет батчинга. Поэтому мы можем немножко подождать и потом все перемножения сделать за один батч. Это получается быстрее. Off-top. Да. Где эту штуку посмотреть? Я обкопался уже в Google Play. Я пытаюсь понять, какой из ваших продуктов даст возможность поговорить с вами, но не понимаю. Я вижу, что доступен… Или распознавание. Например, самый простой вариант, самый популярный – это скачать Яндекс.Навигатор и сказать ему «поехали домой», например. Есть поисковое приложение, которым, насколько я понимаю, недавно выкатили бету нашего умного помощника. Ох, что-то он мне тут говорит. С которым можно попробовать даже действительно поговорить. То есть сказать вот про уши Ларисы, про которые я говорил. Вот сказать уши Ларисы и попробовать задать какой-нибудь вопрос. Сколько будет дважды два. То есть поисковое приложение Яндекса. Вот. Можно попробовать Google Play найти. Я так понимаю, как SDK для разработчиков, да, доступен? А, вы не про продукт. Не-не-не, я про продукт, но и заодно… Это то, что я сказал. Но есть у нас, конечно, SDK, называется оно Яндекс.Пич.Кит. Вот оно на первом у меня слайде есть. Можно презентацию посмотреть. Можно скачать. И там есть SDK для разработчиков. Спасибо. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, этот споттер, он, я не совсем понял, он всегда прослушивается? То есть он всегда слушает пользователя? Да, он всегда слушает пользователя, но он так устроен, что он понимает только фразу, грубо говоря, слушай Яндекс. Да, он слушает всегда, когда включено приложение, которым вы пользуетесь, да. И тогда соответствующий вопрос, а если он постоянно слушает, потом вот эти вот фразы используются в рекламных целях? Я догадываюсь, о чем вопрос, но я не услышал последнюю фразу. В рекламных целях используется это? Я бы сказал, что нет. Ну, многие пользователи интернета пишут, что да. Я, к сожалению, не могу достоверно ответить на вопрос про конкретно споттер. Я знаю, что какие-то фразы во время, когда мы делаем распознавание речи, действительно записываются, и про это есть пунктик в лицензионном соглашении, которое вы подписываете. И никто не считает, да? Тем не менее, там есть кнопочка, во всех продуктах, насколько я понимаю, есть кнопочка типа не использовать меня, типа не отсылать. Но понятно, что даже те фразы, которые мы, те записи, которые мы используем, они анонимизированы. И более того, там есть какое-то условие в духе, что от одного пользователя не чаще, чем раз там в несколько месяцев, чтобы мы просто не могли много фраз от пользователя получить от одного и ставить какую-то картину. Ну и понятно, что нам приходит просто фраза без никакой привязки к тому, какой ID-шник пользователя. С этим я могу уверить. Я конкретно не могу никого из вас, даже если знаю фамилию и имя, послушать, что он говорит в свой телефон. Спасибо. Спасибо за доклад. Игорь Ашманов рассказывал, что на самом деле эта кнопочка не использовать данные не работает. И вопрос на самом деле такой. Как вы прогнозируете развитие этих технологий на ближайшие три года? Развитие технологий голосовых или… Тут очень… вопрос такой. Если мы говорим, например, про умные колонки, то я очень верю, что вот в них распознавание речи будет очень хорошим, просто потому что в умных колонках есть несколько микрофонов. Когда у тебя есть несколько микрофонов, ты можешь определить, куда человек идет и ставить более хорошую модель, очень хорошо распознавать. Очень верится, что мы достигнем хорошего результата тут, а когда у вас есть распознавание, которое распознает не хуже человека, то, казалось бы, уже дело какого-нибудь хорошего стартапера придумать какое-нибудь очень полезное использование этого. Если говорить про мобильные телефоны, я пока не уверен, что в ближайшие, например, три года мы сможем сделать распознавание речи, сравнимое с человеком в неограниченных условиях. То есть, например, распознавать улицу в навигаторе мы, конечно, можем уже сейчас, не хуже человека. А вот поговорить, к сожалению, нет. А второе, вот та вещь, которой я не занимаюсь, это диалоговые системы. То есть как бы хорошо слышать, хорошо уметь произнести какой-то текст. А вот составить диалог с человеком, ну, пока я ни одного продукта, который хорошо так умеет, не видел, и думаю, что три года — это пока еще маленький срок. Но в течение 10 лет я вполне верю, что все будет хорошо. Можно будет не выходить из дома. Все, спасибо большое.